САБАНТУЙ Остальные, значит, откормом КРС, разведением лошадей и все прочее. Два-три года мы уже ощущаем, что нам уже тесновато стало в муниципальном образовании. Не хватает земли. Наши фермеры, значит, осваивают залежные земли соседних муниципалитетов. САБАНТУЙ в селе Средний Иллюзань давно вышел за рамки села. Своей уютной атмосферой он притягивает людей из соседних районов и областей. Уже много лет подряд сюда приезжают гости из Сатарстана, которые передают теплые поздравления от главы республики Рустама Миниханова. Ежегодно Добрая Земля приглашает нас в гости на проведение вот такого прекрасного праздника САБАНТУЙ. И вот уже 11 лет мы с вами, дорогие наши друзья, вместе гуляем, вместе отдыхаем, благодаря нашим труженикам, которые отработали на полях, проливая свой пот, свои бессонные ночи и достигли таких огромных результатов. У этого села надежное будущее, твердый тыл. Поэтому, уважаемые среднелюзянцы, разрешите вас поздравить с этим праздником, пожелать вам хорошего настроения, благополучного будущего, хорошего урожая. САБАНТУЙ – исконно национальный татарский праздник, но со временем он так полюбился другим народом, что стал площадкой межкультурного общения. В этом году праздник Плуга проходит в 57 регионах России и 27 странах ближнего и дальнего зарубежья. Мне уже кажется, что сейчас, ну вот конкретно, если говорить о САБАНТУЙ, то это не просто событие одной нации, понимаете, это не просто какое-то национальное узкое мероприятие, это уже такой межнациональный праздник. Мы сегодня здесь видели и Чуваши, и Мар-2, и русские, и татары. И это, вот знаете, мне кажется, самым главным, вот такой формат для сплочения людей, для того, чтобы они могли мирно сосуществовать на одной территории. Традиционно праздник насыщен спортивно-развлекательной программой. Силачи поднимали гири, участвовали в татарской национальной борьбе на поясах кверяш и перетягивали канат. Люди всех возрастов находили здесь занятия по интересам. Детишки играли и угощались мороженым, а родители с радостью наблюдали за ними. Конкурсы понравились, и вот представление, спортивное представление, особенно нашего села. Молодцы сценарии, подготовленность вообще, все нарядные, довольные. Молодцы елезанцы, спасибо большое. И батуты, и рыбу вот мы ловили, и плавали, и угощение. Вообще молодцы, правда. Особенно ярким и интересным событием для всех посетителей стали, конечно же, конно-спортивные соревнования. Итак, лошади входят в последний поворот. Впереди все так же парусник, средний елезань. Но там догоняют кучер. Зрители любовались строптивыми жеребцами разных пород и активно болели за фаворитов. Кромный год лошадей готовим, чтобы показать на Сабантуе, не только на Сабантуе, села Средний Елезань по всей области. Мы профессионально готовим лошадей, чтобы достигли 1600 метров дистанции. Они едут, большие рекорды. У нас принимали участие Саратовская область сегодня, Мордовия, Республика Мордовия, Тамбов, Катарстан и Пензенская область. На фоне всеобщего торжества люди находят минуты для личного общения. Едут чай и угощают друг друга шашлыком. И мусульмане, и люди другой веры с удовольствием встречаются и проводят отдых вместе. Праздник работников, которые работают на земле, которые, скажем, любят труд. И пророк в своем изречении говорит, что самое хорошее пропитание – это когда человек зарабатывает своими руками. Люди приходят, чтобы встречаться друг с другом, пообщаться, поддерживать родственные связи. Сабантуе в Средней Елезани имеет особенный оттенок. И в следующем году этот праздник будут проводить так же тепло и так же вместе. Организаторы постараются впервые придать ему всероссийский статус. Расим Заитов, Тимофей Печерский. Специально для НУР-ТВ.